Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире передача «Горячая линия» и я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте! Тема сегодняшней передачи затронет то, что происходило в Верховной Раде в последние дни, а именно то, что осталось за кадром. Принятие закона 37.00. Мы его еще назвали для себя как конец свободы депутатов-списочников. И так, краткая фабула. 16 февраля, во вторник, состоялось голосование по законопроекту 37.00. Проект ставили на голосование несколько раз, и ряд народных депутатов уже заявили, что данный закон был принят с нарушением регламента. Что же это за закон и что в нем отражается в нашем следующем материале? 16 лютого Верховная Рада приняла закон, который уже называют диктаторскими порівнями, с аналогичным, который принимался парламентом в часах Януковича. Идеться про законопроект номер 37.00. Про внесення змін до закону України про вибори народных депутатів України щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному укрузі. Планується, що змін зазнає стаття 58 закону України про вибори народних депутатів України. Показово, хто став авторами проекту. Олег Ляшко, Олег Купрієнко – радикальна партія, Максим Бурбак, Юлія Тимошенко – всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та Юрій Луценко – фракція БПП. Принципові зміни, на які варто звернути увагу, відображені в пункті 7 статті 58. Перелік та черговість з кандидатів у депутатів у виборчому списку, визначений партією, не можуть бути змінені після подання документів реєстрації Центральної виборчої комісії до оголошення результатів виборів. Після оголошення результатів виборів кандидати в депутати можуть бути виключені із виборчого списку за рішенням з'їзду партії. Рішення з'їзду партії про виключення кандидатів у депутати з виборчого списку підлягає реєстрації у Центральній виборчій комісії. Дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати України від політичних партій, які були суб'єктами виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Таким чином партії отримують повний контроль над кандидатами у Верховну Раду, які пройшли за списками, отримують право відкликати своїх депутатів, також можуть змінювати порядок кандидатів у списках. А відтак найменше промах з боку неугодного депутата, і він полишається мандату. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман ставив законопроект до порядку денного 18 разів, після чого його таки прийняли з порушеннями регламенту. Тепер документ чекає підпису президента. Як голосували за цей законопроект николаївські депутати, це було следючим образом. За проголосували Олександр Ливик, Олександр Жилобецкий, Борис Козырь, Ігорь Бриченко і Тарас Кремень. Андрей Ватадурський, Давид Макар'ян і Аркадий Карнацкий не голосували, Вадим Петберезняк отсутствував, і єдинним із депутатів николаївських, які проголосували проти, це був Артем Ільюк. І тому ми пригласили в студію главу фракції партиї «Ведроджиня» в Николаївському обласному совєте Олега Мудрака. Добрій вечір. Добрій вечір. Олег, скажіть, як ви считаєте, як цей закон отразиться на розкладі сил в Николаївській області, і вообще, як він повлияє на будущее в Верховному совєте? Ну, знаєте, я б хотів би в першу чергу обратити внимание на сущність цього закона і порядок принятия. В сюжеті дуже красно-ресиво було сказано, що нарушалися всевозможні і невозможні норми регламента, а регламент, як звісно, імеє у нас статус закона. Але це, як би, в нашому державі, в наших реалиях, вже, навіть, нікого не удивляє. Друге. Читає цей закон, а він достаточно короток і состоїть, по-моєму, з двох абзаців всього, я обратив увагу на те, що процедура прохождения його в стенах Верховной Раді підразумевала, як прохождення любого законопроекта – це наличие і висновки експертно-исследователівської комісії. В цьому висновку ярко, не между строк, а красним текстом написано, що данний законопроект не отвечає условиям, реалиям і положенням действуючої конституції, основного закона України. Обсуждає перед голосованням, ми часто в телефонних режимах определенные законы, особливо громкі, обсуждаємо с Артемом Александровичем Вилюком. Він хотів і моє мнення, в тому числі, знати, я його висказав, і в мене напрашується вопрос. Він дуже часто партию Ведроджиня, так ще по інерції, обвинять в тому, що в ній состоять багато членів партиї і сьогодні народні депутати, які 16 января, по-моєму, 2014 року, голосували за так называемі диктаторські закони. Тобто, по Вашому мнені, цей закон ще більш диктаторський, ні? Він совершенно согласен, і ніхто не обращає внимание, що то, що було тогда проголосовано 16 января, планомерно за ці два роки вже процентів на 70% принято Верховної Раді. І ніхто нікого не обвиняє і не кричит того, що ми принимаємо диктаторські закони. Хоча, це норма принята, це яркий апофіоз того, що можна було придумати. У мене відбувається перший вопрос. А люди, коли йдуть на вибори, вони голосують прежде всего за кого? За кого? За человека, за личність. І в зв'язі з цим, ну, знаєте, як можна манипулировать цими положеннями законами? Ну, перше, ми вже оставляємо за скобками ясне понимання того, що це монополія лідерів в единичному лиці. У нас нету практично партиї, які б носили класичне понимання. Партиї, созданні під лідерів. Тобто лідер буде диктовати съєзду, яка обычно голосує, як скажуть лідер, регіструвати чи не регіструвати того чи іного кандидата, який став по итогам выбором депутатом. І второе, як би тут не появились манипуляції, які будуть зв'язані з тим, що обычно применяється. Перші в списках идуть спортсміни, актёри, півці. Топи. 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 Уважаємі, які будуть витягувати цей список і затягувати його на своєм рейтингі, на своєм авторитеті, в Верховну Раду. Але при цьому, після цього відбувається решення сесії. Ми виртуально, да? Предполагаємо це. Которі будуть вичеркнути. А за ними зайдуть сері лошадки, як обычно, з кримінальним прошлим, з ненормальною репутациєю, з достаточно сомнительной исторією в своєї житті. Олег, ось є небольшой нюанс. Я хотел услышати ваше мнение. Вчера, якщо мені не зміняє пам'ять, в Верховну Раду внесли законопроект, которым предполагається отменить вот этот закон 37.00, диктаторський, партийно-диктаторський. І по странному стечінню обстоятельств як раз Артем Александрович Ільюк за нього не голосував. Почему-то. Может у вас є какую-то інформація? На сьогоднішній день у мене нету інформація. Ну, знаєте, коли устраивается кемто цирк, то не всегда надо принимать участие и разделять мнение автора этого сюжета циркового. То есть сначала вы принимаете, через два дня вы вносите его в отмену. Послушайте, мы говорим о чём? О эффективности работы Верховной Рады? Это что? Эффективность? Это клоуна до чистой воды. Поэтому, ну, размениваться на такие вещи, я тоже считаю, это совершенно неправильно. Согласен. Все возможно. Есть и есть определенная линия поведения, как нужно. Мы это не обсуждаем. Я сужу со стороны простого человека, который смотрит телевизор. И так уже политика у всех в печенках сидит. Но, тем не менее, есть большая часть людей, которые любят смотреть политику. Разные программы, новости и так далее. Ток-шоу и тому подобное. И у людей, естественно, возникают различные вопросы. Потому что, ну, вот, сегодня так, а завтра так. Причем объяснить это, ну, как бы, сложить это в голове очень сложно. Поэтому, как бы, мы и спрашиваем мнение у вас, как у человека, который в политике давно, в местной политике, но, как бы, разбирается в этих перипетиях всех политических. Я вам добавлю. Мне очень жалко тех людей, которые проголосовали с числа тех нартепов, которые были озвучены, что они пошли на такой поступок. Они сами, возможно, в будущем выборы, они носятся в воздухе, да, кто говорит осень, кто говорит весна, ситуация шапка в Верховной Раде. Они сами могут стать заложниками проголосованного закона, где будут определять, нравишься ты, не нравишься, не будет никто смотреть на твой рейтинг, на процент полученный на избирательных кругах в целом, по городу, по области. Вот просто ты вошел в некий конфликт или разногласие с лидером партии, тебя будут выносить на съезд, и вот все вот так вот, как при коммунистической партии, на многих съездах я видел и знаю методу голосования, такие кандидаты будут вычеркиваться. Смотрите, отлично, что вы затронули эту тему, потому что есть еще, оказывается, один закон подобный, только касается местных выборов уже. Это закон 3693. Пока на настоящий момент он взят только за основу, но он стоял на голосовании и его хотели все-таки продвинуть. Давайте же, вот этот закон гораздо больше коснется нас, вас в частности, и давайте посмотрим, что это за закон и как он был принят в следующем сюжете. Еще один законопроект зареєстрованный в Верховной Раде номер 3693. Внесен он народными депутатами Украины Юлією Тимошенко, Олегом Ляшком, Олегом Березюком, Юрієм Луценком. Это закон Украины про внесення змін до закону Украины про статус депутатів місцевих рад щодо відкликання депутатів місцевих рад. До уже яснуючого документу плануються внести низку цікавих змін. Наприклад, зі статті 37 зникли слова за народною ініціативою. Залишились лише підстави для відкликання депутата місцевої ради. А далі перелік цих підстав, до яких додалось ще два пункти. Пункт 4 – не входження депутата до фракції місцевої організації партії за виборчим списком, якої він обраний. Пункт 5 – вихід депутата із фракції місцевої організації партії за виборчим списком, якої він обраний, або виключення його з фракції за невиконання рішень фракції, в тому числі щодо солідарного голосування. Додалась також стаття, якої в попередній редакції не було, стаття 41 – прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради, а в ній важливий підпункт. Керівний орган партії відповідно до статуту партії розглядає рішення зборів конференції відповідної місцевої партійної організації щодо пропозиції про відкликання депутата місцевої ради та приймає рішення про відкликання такого депутата або про відмову в задоволенні цієї пропозиції. Такое решение является остаточным и не может быть оскаржен в суде. Змин до закону на самом деле набагато больше. Все они есть в свободном доступе и с ними за желанием можно ознакомиться. Пока что этот законопроект взяты лишь за основу. Он будет доопрацьеван. Но кто знает, что еще не работают его авторы. Как мы видим, в данном законе отражены фактически драконовские методы и перечислены все возможные нарушения, в том числе не голосование. Но самое ужасное, скорее всего, в этом законе, это то, что он является последней инстанцией. То есть суд уже у нас в стране никому не нужен. И по этому поводу у меня вопрос, Олег. Смотрите, вы оказались в определенной интересной ситуации. С одной стороны, вы глава фракции. И вы должны каким-то инструментом контролировать своих депутатов, чтобы это не превращалось в фарс, чтобы их не покупали и так далее. Но с другой стороны, это нивелирует абсолютно институт депутатства местного совета. То есть не проголосовал, свободен из фракции, вышел, ты уже не депутат. Вот как вы смотрите на этот законопроект? Знаете, я вообще немножко поднимусь над ситуацией. Как в народе говорят, нельзя быть полубеременным. Так и я считаю, что государство должно определиться один раз и, возможно, навсегда, по каким принципам проводить выборы. Не меняя каждый избирательный закон под каждые выборы. Будь то местные, будь то Верховные Рады. Я всегда был категоричным противником ситуации, когда выборы проводились по формуле 50 на 50. 50 мажоритарка, 50 списочники. Как лучше, это вопрос отдельного обсуждения. Но я понимаю, что должна быть либо чистая мажоритарка, либо чистые выборы по политическим спискам. Такие два вопроса, которых стоит обсуждать, бить лбы и доказывая друг друга или критиковать друг друга. Но половинчатая система не дает ровно никакого положительного эффекта. Знаете, исходя из этих предложенных законопроектов, складывается впечатление, что у нас не Украина для людей, а Украина для партий. Создается жесткий такой, жесткая вертикаль портогеноса. Я понимаю, что надо иметь возможность как руководителю фракции, будь то на моем личном примере, воздействовать и оказывать какое-то влияние на своих депутатов. Но знаете, лучшее воздействие на любого из депутатов это обычный человеческий разговор, это методы убеждения, а перед этим это просеивание через сито возможных кандидатов в депутаты, которых ты должен знать годами, которых ты должен понимать, на что они способны и которые тебя, в общем-то, не предадут. Поэтому выстраивание такой жесткой вертикали, ну это как минимум замахивание уже на личные свободы граждан. Ну это мое личное мнение. Хорошо, а может быть немножко с другой стороны подойти? Вот личные свободы, это понятно. А то, что вы говорили о партийной дисциплине, и я, допустим, говорю, да? Опять же, я со стороны, с другой стороны, по ту сторону телевизора находясь, да? Я смотрю в телевизор и вижу разброты шатания. Ну, в местных советах, возможно, это меньше, а в Верховной Раде очень явно видно. Ну, взять тоже голосование за отставку правительства. Ну, понятно, что устроили шоу, цирк, всех развели, в кавычках, вот. Но тем не менее, то есть все были уверены, что проголосуют за отставку правительства. В результате получилось то, что получалось. Часть проголосовала, часть не проголосовала, кто-то ушел, кто-то... В общем, что это такое, непонятно. Поэтому вопрос возникает простой и понятный. Что делать с партийной дисциплиной? То есть, с одной стороны, этот закон наступает на свободу человека и личности. С другой стороны, он как бы дает возможность тому же руководителю фракции как бы реально контролировать депутатов. Потому что они могли сегодня договориться об одном, а завтра человек выходит и не голосует, например. Игорь, у меня в связи с этим к вам встречный вопрос. Вот вы правильно сказали, что... Ну, предположим, не предположим, а констатируем факт, что БПП в полном составе не проголосовало. А последовали на следующий день заседания фракции с инициацией исключения этих депутатов из фракции и сложения их мандатов народных депутатов? Вот красиво девки плясу, да, только как-то пытаются это все сгрузить на низовые ламки, на депутатов местных советов, да, которые как можно ближе находятся к людям, да, как можно ближе расположены на территориях своего избирателя, да. Но при этом красиво забывают о том, что, извините, у самих рыльц это в каком еще пушку, да, и ничего, собственно говоря, в этом плане не предпринимают. Они там порешают эти вопросы. То, что произошло вчера, это, естественно, клоунада, но, опять-таки, вы задали вопрос, что делать с партийной дисциплиной. Я еще раз попытаюсь подняться на ситуацию. Мне партийная дисциплина волнует тех членов партии, которые в ней состоят. У нас огромное количество жителей Украины внепартийные. Ну, абсолютное большинство, я бы сказал. Да, да, и зависеть от капризов лидера той или иной партии, которая будет отображаться на их депутате, который, возможно, нормально себя проявил на округе и действительно помогает своим людям, с которыми рядом живет, но при этом чего-то как-то у него не складывается в партии. Ну, давайте выбирать тогда меньшее зло из большего, да. Пусть он все так же приносит свою пользу людям, если они его ценят, доверяют и уполномочили представлять их интересы. Хорошо, прошу прощения. Сейчас, секундочку. Исходя из этого, вот смотрите, у нас этот закон, ну, 37.00, который касается партии, да, он предполагает, вернее, не предполагает, а там есть положение, конечное положение, под которое попадают депутаты, уже избранные, да, которые избирались на выборах 2014 года. И у нас списочников, да, по партийным спискам из 11, если я не ошибаюсь, пятеро депутатов. И вот возникает такой вопрос. Вы выходим на улицу и спрашиваем любого прохожего. Вы знаете, из всех 11 депутатов хотя бы одного, одну фамилию хотя бы. Если кто-то называет, например, одну фамилию, да, то что он сделал для своего округа, для любого Николаевца? Вспомнят, как вы думаете, или нет? Так вот возникает естественный вопрос. А вообще, как бы, ну, имеет какой-то смысл вообще это все? Или не имеет? Может быть, действительно, лучше отозвать, например, непродуктивных депутатов, а на их место поставить продуктивных? В этом случае мы вернулись к тому, о чем я говорил, что система выборов должна быть либо чисто мажоритарная, либо чисто партийная. Если вы вводите чисто партийную систему выборов, ну, возможно, какие-то, действительно, какие-то рычаги должны быть. Я ведь не говорю о том, что их вообще не должно быть. Но в том виде, в который они сейчас преподносятся и пытаются стать законом, да, я не считаю их нормальными. Не считаю по той причине, что, ну, не все, но подавляющее большинство партий в Украине, это партии, созданные под одного лидера. Ну, кто будет отрицать, что БПП – это партия президента, да? Что бьет эта партия Юлии Тимошенко, да? Нету в стране классических партий в их академическом понимании, как это происходит в любых развитых государствах. Где бы такие принципы, возможно, были бы уместны. Очень много. Ну, господа, я хочу вас вернуть все-таки к Николаеву непосредственно и к нашим, грубо говоря, таким повседневным вещам, да? Вот этот закон, по-вашему, он лишает вот эту связь между избирателями и, фактически, органами избираемыми, если я вас правильно понимаю, на местном уровне. Если мы можем отозвать любого депутата, даже который там работал, да, вот вы сказали об этом, да? И если его убирают, то, собственно, на его место придет какой-то человек, которого до этого не знали, правильно? Ну, должны быть четко и понятны, если уже так, ну, пунктуально подходить к вопросу отзыва депутата, да, то должны быть, как минимум, четко изложены до мелочей причины возможные, да? И не любого лидера партии. Одна из причин, это здесь, она не прописана, но она, де-факто, может послужить отзывом депутата. Как раз в законе о местных депутатах, там как раз прописано не голосование по решению фракции. Не проголосовал, не пришел, проголосовал против, воздержался. Это основание уже по закону лишить мандата. Я выскажу свое субъективное мнение. Я за свою десятилетнюю практику в местных органах самоуправления достаточно часто встречал, и себя в том числе, причисляя к этим депутатам, которые иногда голосовали в разрез решению фракции. Как потом показывал определенный небольшой промежуток времени, что оказывался прав либо тот человек, о котором я говорю, либо я, да? И тогда фракция говорила, да, ты действительно был прав. Поэтому исключать, не исключать, но, наверное, исключать из фракции, это дело фракции, этого запретить невозможно. Лишать при этом мандата, ну, я бы не ставил так кардинального вопроса. Опять возвращаясь в начало этого процесса, господа, вам никто не мешает через свой фильтр, установленный в партийной организации, через защиту особой или его донесения, да, фильтровать на этапе том, когда эти люди попадают либо в списки, либо становятся кандидатами на бажитарных округах. Смотрите, этот закон позволяет теперь фактически любому человеку извне, возглавившему партию, не будучи депутатом, не будучи избранным народом, управлять какой-то частью депутатов. И если это большая партия, у которой там, ну, 30-40% голосов, то можно просто поставить сюда смотрящего, вам не кажется, что это такой способ или попытка вернуть каких-то смотрящих из Киева в регионы в рамках той же децентрализации, которая декларируется? Мне не кажется, а не кажется, это потому, что это уже происходит. То есть, это один из инструментов для контроля. Кажется, это когда, может быть, произойдет, а когда я вижу, что это уже происходит, в том числе и на терренах Николаева и Николаевской области, ну, что ж тут отрицать? Ну, действительно. То есть, просто подводят законодательную базу под то, что уже, как бы, лаконично так, чтобы она, как бы, между строк считается иное, да, а вот так оно звучит очень красиво. Ну, как вы думаете, я предлагаю, я прошу прощения, Игорь, я предлагаю, у нас не так много осталось времени, буквально несколько минут, давайте подведем итог нашего рассуждения. Итак, вот, в заключении, чего ждать, как будет, ну, в частности, Ведроджиня противостоять этому, противостоять закону этому, или она будет поддерживать, или не поддерживать, или каким способом, вот вы, как местный депутат, как человек, близкий к Артему Ильевку, да, вот как вы будете реагировать на возможное такое голосование, какие шаги предпримете? Смотрите, ну, первое, что хотел бы сказать, да, ведь, ну, Ведроджиня, это тоже партия, да, и, наверное, бы, если бы в этой партийной организации и в этой политической силе были бы такие традиции, равные тем партиям, о которых говорим, которые созданы под одного лидера, то партия бы Ведроджиня тоже голосовала бы, ну, почему, да, иметь контроль над депутатами, держать их на коротком поводке, вот, и, в общем-то, ну, осуществлять все то, что, вот, о чем мы 20 минут здесь проговорили, ну, почему-то не проголосовало, и почему-то это объясняется мной, и то, что я знаю по информации, вот, моей политической силы, ну, это не путь, пути бывают разные, да, только вот, но это не путь, по которому пойдет наша политическая сила, которая действительно, ну, как это правильно слайдного сказать, заточена по тому, чтобы стать партией в классическом понимании, не партией под одного лидера, с уходом которого партия прекращает существование, а партией в классическом ее понимании. Поэтому нам не интересны такие рычаги влияния, возможные рычаги репрессий на своих депутатов. Мы лучше тщательно подойдем к подбору таких людей, да, и допуску их в участии в избирательном процессе, чем потом будем осуществлять то, что предусмотрено этими законами. Хорошо, я вам провокационный вопрос напоследок хочу задать. Если предположить, что сейчас бы этот закон бы действовал, есть, хотели бы вы кого-то из своей бы фракции лишить мандата? Кто вам мешает работать или у вас все-таки вы находите какие-то другие рычаги или для взаимопонимания? Спасибо на добром слове, но первое, у нас достаточно компактная, да, как мы говорим, маленькая, но гордая фракция, это 4 человека в областном совете. Уверен, от этого ее эффективность по сравнению с большими фракциями совершенно не уменьшается. Отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу нет. Нет лишь только потому, что коллектив подобрался. Ну, наверное, все-таки я не буду придавать какую-то пафосность своим выражениям, но оно так и есть. Это молодые люди с горящими глазами, которые желают, которые делают, которые пробуют, может быть делают ошибки, потому что впервые стали депутатами. Но это благородные ошибки, потому что не сделав их не научишься и не постигнешь. То есть вам, как главе фракции, такой инструмент не нужен, и вы отлично справляетесь. Точно так же я надеюсь, что такой инструмент не нужен Артему Ильику по отношению ко мне, к моей профессии. Что ж, спасибо вам большое за то, что были гости нашей программы, а мы с вами прощаемся. С вами был Андрей Острев и Игорь Пох, и в гостях у нас был Олег Мудрак, спасибо вам, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»